Приветики, будем чинить с вами, выключать, получается, вот, лампа включена, двигаем провод, и оно так гаснет, то загорается, то есть, что-то не так с проводом, причем, я разбирал, оказалось, что дело, получается, держит ее только средний провод, дело было не в самих, я думал, может быть, где-то вилка плохо закреплена, но дело было не в вилке, оказывается, что, так, там уже гаечка выпала, вот такое устройство, я думал, где-то здесь что-то отходит, но дело не здесь, где-то вот здесь обломался провод, я так понимаю, контакт нарушился, поэтому надо, надо, как бы, найти этот обрыв и устранить его. Вот мы раскручиваем одну часть, в принципе, одну можно раскрутить, а вторую чутко подкрутить, то есть, мы берем и ослабляем просто, чтобы можно было сдвинуть куда-то, слабо ослабили, конечно же, тогда мы еще немножко ослабим. Так, а теперь, теперь мы убираем, вот, вот наша вилка, в розетку такую штуку сесть на стоять не надо, это током бахнет, и все, поэтому не балуйтесь. Так, теперь нам нужно найти, естественно, это уже откручиваем, потому что мы будем, я так понимаю, обрезать, скорее всего, и заново сюда вставлять. Получается, мы, мы берем это, убираем, снимаем, и вот это тоже снимаем, надо, наверное, включить паяльник, кто-то может. Хотя можно, оно здесь запаяно, в принципе, в принципе, можно не паять, паяльник можно отодвинуть. В принципе, суть в том, что можно не паять, а просто скрутками сделать, да и все, что, я еще буду паять, это пока паяльник нагреется 5 минут, пока. Законифолишь, все это запаяешь, а так просто тык-тык, и все. Так, в общем, вот наша. Где-то здесь, я так понимаю, у нас обрыв какой-то идет, поэтому мы вот до этого момента открываем, я думаю, надо ножиком где-то как-то все это открыть. Изоляцию открыть нам надо. А для этого, для этого надо убрать и снять. Ну, лучше всего подойдет, конечно же, на чем-то, то есть положить так вот. Так, надо что-то взять. Какую-нибудь крышечку, типа такой, на которой я уже паял. Здесь провести линию. С одной стороны провести. Правда, ножик уже что-то не режет. Так, стоп, ножик, а нет, она делала. Сделала насечку, и с другой стороны такую же насечку сделала. Ну, то есть по кругу так вот. Тогда в идеале можно будет потянуть, и она снимется. То есть где-то здесь так же сделать. Так, и с этой стороны надо продолжить. То есть чтобы оно было вот так, просто по кругу пройти. Вот мы уже открыли изоляцию. Правда, я там еще что-то зацепил. Но я думаю, что... Что дело в том, что... Там где-то, в общем, провод обломался, и поэтому он и скрит. Не то что... Ну, и скрит как бы плохо. Но вот даже, мне кажется, вот оно... А может это я задел, или оно было уже обломано здесь? Скорее всего, я же не мог так попасть. Именно в то место, где... Где оно бы как раз было обломано. Скорее всего, это я так ножиком задел. Поэтому мы... Так, а теперь, что нам надо? На таком же расстоянии обрезать этот провод. И... Убрать его от сюда тоже. А лучше плоскогубцами это все сделать. У меня здесь есть плоскогубцы. Так, вот мы берем плоскогубцы, и мы ими... Откусываем провод. Все, теперь провода нету. И теперь нам надо что? Обратно сюда вставить провода. Для этого нам надо их зачистить, как бы. Как бы их зачистить немножко. Желательно два провода так и зачистить. Да, как-то оно здесь неудобно, конечно. Но, тем не менее, как есть, мы их чистим от изоляции. Теперь, когда изоляция снята, у нас есть два провода, причем. Они аж позеленили. То есть, они окисляются. То есть, это может быть причиной того, что они потом поломаются. Ну, то есть, они окисляются, окисляются, а потом в том месте, где они окисляются. И вот в том месте, где они окисляются, это может быть потом причиной того, что они поломаются. То есть, они потихонечку, ну, как бы, портятся, портятся, а потом раз и сломались, как бы. Поэтому лучше их зачистить, чтобы чтобы они не окислялись. Они зелёные такие становятся. Надо их зачистить. Но видно, что они такие как бы аж зелёные. Ну, то есть, как бы окисляются. И из-за этого, кстати, контакт будет плохой. Если спаясь, то нормально будет. А если просто скрутка, то контакт будет плохой, конечно же. Ну, теперь уже они не зелёные, а такие блестящие. Хотя с другой стороны тоже зелёные. Короче, они со всех сторон. Позеленили их, надо зачищать. Чтобы они были близкучими, тогда контакт будет хороший. Вот. И когда будет зачищено, тогда уже можно и... Да что ж такое. Я зачищу, переверну всё равно зелёные. Зачищу, переверну, серьёзно. А она что, возобновляемая что? Какая-то бесконечная. О, опять перевернул, опять зелёная штука. Что зачищаешь, перевернёшь зелёная. Ну, то есть, такое чисто. Какая-то магия происходит. Опять уже не зачищу. Я ж только что зачистил, перевернул. Незачищенная. То есть, вот сейчас я переверну их. Опа. Опять не зачищу. Как? Что это за магия? Я их зачищу. Завтра поверну. Зачистка исчезает. Сейчас переверну, опять зачистка исчезает. Что за магия? Алло, что происходит? Как? Как? Что это такое вообще? Какая-то странная ерунда творится. Повернёшь, и он уже не зачищенный. Зачистил, перевернул. Он обратно такой же. Какие-то такие провода странные. Так, потом скручиваем их. Чтобы они не были такой волоснёй, как бы. Так, после того, как скрутили. После того, как скрутили. У нас есть шайбочки, получается. И мы у эти шайбочки вставляем эти самые провода. Ну, то есть, нам надо обратно сделать нашу вилку. Оно, по-моему, было с этой стороны. Вот, потому что здесь углубление у нас такое. Вот оно идёт. Такое углубление. И нам надо... Причём, неважно, какой левый, правый. Там уже в сети нету плюса-минуса. Там 220. Там просто ноль и... И электрический провод, соответственно, у нас... Что я делаю, здесь же видно. Соответственно, у нас... У нас... Провод просто мы вставляем, так вот. Под шайбу. Вот, вставляем провод под шайбу. Ну, шайба. И шайба скачет, как хочет. Крутится, вертится. Так. Затем мы её закручиваем, так вот, под проводом. Под себя, короче, его закручиваем. Так. Что-то я электриком заделался раз такой. Что-то там в игры играл, потом раз такой. Опа, электриком стал. Вот. Что? Типа как? Что? Что за магия? Что это за магия? Эй, объясни, что это за магия? Эй, ты что? Совсем, да? Как ты так быстро сумел стать электриком? Ты что? Эй, объясни, пожалуйста. Как так-то? Так, стоп. Ну, просто я типа, я типа знал. Ну, это типа изи. Я ничего такого сложного не умею делать. Но, такое изичное, типа, перебрать какую-нибудь вилку. Розетку поменять. Ну, это я могу. Тем более, что у меня батя когда-то это всё показывал. Ну, розетку я с батя как-то менял. Поэтому. Я сделал ошибку. Когда мы закручиваем, нужно наоборот ставить, чтобы когда закручиваешь, оно не разжимало провода. То есть, оно меня их вытянуть пытается. Я вот кручу, получается, в эту сторону. И провода у меня... А, перевода у меня заложена в эту. Я, получается, их выкручу. Она нужна, чтобы провода были так закручены. И ты закручиваешь так. То есть, оно будет закруче, провода ещё лучше. Ну, то есть, более правильнее так будет. То есть, вот, если взять вот эту вот вилочку. Ставить в неё нашу, в наш гвоздик с шайбочкой. То провод нам нужно зажимать. Именно вот по закручиванию. То есть, мы закручиваем вот так. Соответственно, и провод нужно закрутить. Так, сам провод, во-первых, закрутить. А потом, его закрутить по болтику. Ну, то есть, вот так. Чтобы, когда мы будем закручивать, она не раскручивала провод, а наоборот, закручивала. Так, во-лон-де-морт. Так, стоп. И мы сейчас закрутим. Так. Получается у нас, ты смотри-ка. Получается. Так, 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 так. Мы закручиваем два провода. Один мы уже закрутили, второй мы как раз закрутили сейчас. И теперь всё должно работать, по идее. И ничего не должно мигать. Потому что всё сделано как надо. Теперь, теперь, два этих провода мы вставляем вот сюда. Здесь такие есть дырочки, ну, вот такие штырьки. Этим штырьком вот в эту дырочку вставляем мы не гвоздиком, аж штырьком таким туда-то так тынь. Всё, встало. Так. Заправляем провода, чтобы они не мешали нам. Один заправляем. И второй также заправляем. Теперь, когда, хотя второй у нас лучше получилось поставить, там провод идёт сверху, а здесь сбоку идёт, как бы, ну, то есть, вообще, то есть, ну, то есть. Второй удобник, короче, провод лежит. Так. А теперь нам нужно поставить, чтобы так, чтобы у нас вот эта вот штука была обратно там же. То есть, нам нужно как-то зажать эти провода, то есть, сдвинуть вот это на всё сюда, чтобы оно было вот здесь, вот как оно там, на середине, то есть, между... Вот здесь как-то оно было. То есть, сделать, чтобы всё было так же. И зажать. Ой, всё, что раскрутилось, короче, как обычно. Так. Ну, короче, здесь мы всё сделаем, нам надо сейчас зажать. Зажать. Провода просто неравномерно. Один, получается, сверху, а другой сбоку. Сейчас мы это поправим, а то... Ну, получается, он какой-то кривой, оно не хочет. Так. Ну, это не дело совсем. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Ну, надо, чтобы они одинаково были тогда, получается. А то у нас будет перекос по... Ну, в коробке в этой... В самой вилке будет оно один криво, а другой ровно будет стоять. А хотелось бы, чтобы одинаково было. Так, ну, более-менее вроде что-то такое похоже есть. Так, теперь нам надо их уложить сюда вот. Пусть то, как мы уложили... Так, мы... Теперь можем как-то пробовать зажимать, наверное, вот эту вот штуку. Так. Так, наверное, она была вот здесь, вот я так думаю. Вот, как-то так она была. И теперь нам нужно... Нам нужно вот как-то ее... Просто когда... Оно здесь стоит уже сто лет, оно прижато, здесь все отлично. А когда ты первый раз ставишь, то она уже не очень хочет, как бы, и поэтому тяжело с ней совладать. Ну, я вставляю, получается, вот он болтик. Беру отвертку и начинаю закручивать. Так, с одной стороны прикрутить, а то она уже убежала от нас. Вот. С одной стороны мы уже прикрутили. И берем болтик еще один, с этой стороны вставляем. Вот он уходит. И сейчас мы будем закручивать. Вот. Так. Закручиваем. Зажимаем. Так, что теперь смотрим, что здесь делается у нас. Здесь она немножко крутится, вертится. Ну, вроде более-менее нормально. О, вроде нормально, так. Не очень, конечно, нормально, но... Ну, так, я думаю, работать будет. Главное закрутить. Завертеть. И все у нас будет хорошо. Так, сейчас мы это... Зажмем все до конца. Так. Чтобы оно там не того... Так оно примерно и было. Ну, оно же видно на зажатии. Мы поставили на зажатие. Так. Ну, то есть здесь видно, что здесь полоса была зажата. И мы также зажали по этой полосе. А теперь... Теперь нам нужно закрыть крышкой. Получается. Так. Правда, у нас криво как-то стало. Вообще криво. Очень криво. Но я надеюсь, что это никак не повлияет на зажим. Мы сможем зажать и сможем закрутить. И более того, оно будет работать. Ну, это все мои пока что надежды. Которые, я надеюсь, что не разобьются. А что-нибудь и будут работать. Сейчас посмотрим. Итак, продолжаем зажимать. Вот мы зажали. И по идее... Вот. Все. Все. По идее нормально. Сейчас проверим. Ставляем. О! Ставили. А теперь шевелим. Все. Ничего уже не мигает. Не сверкает. То есть, дело было в проводах. Где-то там, посередине, где-то есть облом. В этом проводе. Где-то посередине есть облом. Просто оно окисляется внутри. Он как там. Оно уже было зеленое. Это зеленое окислилось до того. Ну, зеленое это окисление. Оно до того окислилось, что переломалось. И, соответственно, за то, что оно переломалось, где-то контакт был плохой. Когда повернешь, как-то так вот, оно соприкоснется. Вот. Провода там где-то так вот станут. Не соприкасаются. Или соприкасаются, но окисленным. И оно не работает. Потом повернешь с другой стороной. Соприкоснуться нормальной стороной. Не той, которая уже окислилась и разрушилась. И оно горит. А сейчас мы это отрезали. Окислившееся. Поставили другое. Очистили окисление. Зачистили вернее. И все. Оно уже как ни крути. Все работает. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока.